На конец 2017 года общий объем качественных торговых площадей России составил 27 миллионов квадратных метров, из которых около 37% приходится на Москву и Санкт-Петербург, еще 24% арендопригодной площади приходится на остальные города-миллионники, и еще около 22% приходится на города с населением от полумиллиона до миллиона, и таким образом существует очень неравномерное распределение. На 22% населения страны приходится 60% арендопригодной площади торговой недвижимости, и несмотря на столь высокую концентрацию предложения в городах-миллионниках, около 45% арендопригодной площади проектов, анонсированных в 2017 году и со сроками реализации вплоть до 2023 года, приходится как раз-таки на эти города, на города-миллионники. Третий год подряд в России наблюдается снижение темпов прироста качественных торговых площадей, а совокупная арендопригодная площадь торговых центров, открытых в России в 2017 году, составила около 800 тысяч квадратных метров, что на 51% меньше, чем в 2016 году, и при этом на региональные города, то есть исключая Москву и Санкт-Петербург, пришлось порядка полумиллиона квадратных метров или 68% от общего ввода. Это рекордно низкий показатель за 13 лет. Такой антирекорд связан с тем, что в условиях кризиса в 2014-2015 году сократилось количество новых проектов, часть из них была заморожена, сроки открытия были перенесены, а вот этот объем ввода составили проекты в Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, основную часть. При этом довольно высока доля проектов в городах с численностью населения от 100 тысяч до 300, это около 30% от общего ввода. И лидерами среди таких городов по объему ввода стали Воронеж, Липецк, Курск и Барнаул. Если рассматривать возрастную структуру торговых центров в России, то мы видим, что порядка 65% существующих торговых центров старше 5 лет и порядка 30% из существующего объема остро нуждаются в реконцепции. А в Санкт-Петербурге этот показатель доходит, показатель проектов старше 5 лет доходит до 80%, соответственно, и объем торговых площадей, нуждающихся в реконцепции, выше, чем в среднем по России. Если говорить про обеспеченность качественной торговой недвижимостью в городах-миллионниках, то в 2017 году структура немного изменилась. Первую пятерку составляет Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москва вышла на пятое место с показателем 523 метра на тысячу жителей. Если мы посмотрим на потенциал развития торговой недвижимости в городах с населением более полмиллиона человек, то при этом Москва уже выходит в зону среднего потенциала, а в зоне высокого потенциала, если учитывать обеспеченность торговыми площадями и платежеспособность населения в этих городах, выходят такие города, как Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Калининград, Пермь. И соответствующим образом формируются предложения на ближайшие годы по географии будущих проектов. То есть наиболее привлекательными являются города с населением более полумиллиона человек и миллионники. И мы ожидаем ввода крупных проектов в Казани, в Пятигорске, в Екатеринбурге, в Воронеже. До 2020 года в Московском регионе планируется ввод 22 объектов торговой недвижимости суммарной площади около 1 миллиона квадратных метров или 26% от общероссийского ввода. Еще около 26% приходится на региональные города-миллионники и 24% проектов заявлены в городах с численностью от полумиллиона до миллиона человек. В 2018 году, согласно анонсированным проектам, показатель ввода торговых площадей в региональных городах составит около 800 тысяч квадратных метров и увеличится на 50% по сравнению с 2017 годом. Среди крупнейших объектов, заявленных к воду, можно отметить торговую составляющую МФК «Арсип Тауэр» в Тюмени, «Голден Парк» в Нижневартовске и «Калина Мол» во Владивостоке. Несмотря на высокую строительную готовность большинства заявленных объектов в 2017 году, в 2018 году мы видим высокую вероятность переноса сроков открытия на 2019 год, и таким образом реальный объем ввода может быть порядка 70% от заявленного на текущий год. И по нашим оценкам в ближайший год-два основной фокус девелоперы будут делать на достройку имеющихся проектов, разморозку долгостроев и реновации, расширение торговых центров, доровно работающих на рынке. И как следствие мы не ожидаем большого количества новых проектов и выхода большого количества проектов на строительные площадки. Если подробнее говорить о Москве и рассматривать ключевые индикаторы рынка, то мы видим, что они улучшаются. Если смотреть на динамику ввода нового предложения торговых площадей, то так же, как и по рынку в целом, максимальный объем ввода приходится на 2014-2015 год. В 2014 году открылось 16 объектов, и это порядка 50% от общего ввода за два года. И 14% открылось в 2015 году, то есть за два года открылось 30 проектов, при этом за пятилетие открылось 60 проектов. То есть на два года приходится 50% открытий торговых центров и 60% по арендопригодной площади за пять лет приходится именно на эти два года. Основной объем ввода, если смотреть на Москву, пришелся на Северный автономный округ и Южный автономный округ. При этом в результате экономических событий с 2014-2015 года рост экономики замедлился, увеличилась неопределенность, выросла инфляция, снизилась платежеспособность населения и вырос курс доллара. И это все привело к замедлению девелоперской активности, как мы знаем. Эти факторы стали определяющими на рынке торговой недвижимости. Тем не менее, Москва при этом вышла на пятое место по обеспеченности торговыми площадями за этот период. 2017 год прошел без серьезных потрясений для московского рынка. Тем не менее, за последние 10 лет активного развития столичного региона 2017 год стал рекордно низким за десятилетия. 247 тысяч квадратных метров было введено, что сопоставимо с 2011 годом посткризисным. При этом почти половина нового предложения была сформирована двумя проектами. Это Вегас-Кунцево. И еще 23% пришлось на полноценный запуск Бутова-Молл, хотя в эксплуатации его состоялся еще в конце 2016 года. Несмотря на достаточно высокую насыщенность профессиональными торговыми центрами Москвы, еще имеются локации с хорошим потенциалом для нового девелопмента высококачественной торговой недвижимости. Это Восточный административный округ, являющийся одним из самых низко обеспеченных по Москве. Это Новая Москва, которая характеризуется интенсивным строительством новых жилых кварталов. При этом новые объекты, открывшиеся в 2016-2017 году с показателем заполняемости 35-40%, приближаются к 80% показателю в среднем, а топовые проекты Москвы характеризуются стопроцентной заполняемостью. В планах девелоперов на 2018 год ввод порядка полумиллиона квадратных метров торговых площадей в Московском регионе, что почти в два раза превысит показатель 2017 года. Подобная разница обусловлена как вводом объектов плановым, так и переносом открытий, запланированных на 2017 год, которые перетекли на 2018 год. К их числу относятся торговый центр «Миля», «Петровский», вторая очередь «Смоленского пассажа», полноценный запуск «Видный парк», в котором на момент запуска в конце 2017 года функционировал только продуктовый якорь. А если посмотреть на проекты, которые мы ожидаем, к вводу с конца 2017 и на ближайшие два года, из крупных это уже открывшийся «Вегас Кунцево», это открытие «Каширской плазы», «Соларис», «Остров мечты», «Гарденмолл» и, как уже говорила ранее, вторая очередь «Смоленского пассажа». В связи с еще одним направлением развития рынка торговой недвижимости, перспективным в связи с интенсивным развитием транспортной системы Москвы является торговая недвижимость в рамках транспортно-пересадочных узлов, так как такие локации характеризуются редевелопментом прилегающей территории. Это удобная локация с точки зрения транспортной доступности, зачастую в густонастеленных жилых районах. И это, например, ТПУ «Рассказовка», «Черкизовская», «Селегерская». И даже в условиях сложного рынка понятно, что арендаторы выбирают проекты с очевидными преимуществами локаций, в которые они будут открываться. Транспортно-пересадочные узлы относятся к таким проектам. И если смотреть на возрастную структуру именно московского рынка, то, как я уже говорила, порядка 65% объектов старше 5 лет, порядка 30% от 5 до 10 лет и порядка 25% комплексов старше 10 лет, соответственно, в условиях сокращения объема нового предложения торговых площадей ротация арендаторов дает площади для развития. И это могут быть либо ротации в существующем объекте, либо реконцепция отдельных зон, например, создание зоны фудкорта в объекте, где ее нет, привлечение арендаторов в сегменте развлечений, который дает новый толчок объекту, либо полный редевелопмент объекта, например, вот как ближайшее открытие Каширской плазы. И, наверное, общим выводом можем говорить скорее о балансе рынка за счет сниженного предложения новых объектов и реконцепции существующих объектов. Продолжение следует...